Сколько трафика или минут вы потратили? Можно узнать на сайте IDC. Новое развлечение к 24-летию компании. Все смотрят статистику. ТВПМР тоже. Позвонить гостям, договориться об интервью, этим на Первом Приднестровском занимается координатор Елена Литвин. Целый день на телефоне. Честно в шоке. Я так много говорю. Это ужас. Это язык бы уже поломался. И тем более 177 тысяч минут. На сайте IDC посмотрела, сколько приходится звонить. В общем, вышло 123 дня. Это если без перерыва висеть на телефоне. Много звонит и Зинаида Кицкан, ведущая Кумафост. Почти 25 тысяч минут. Благодаря статистике я поняла, что в этом месяце у меня маленькая годовщина. 16 лет в сети. Это во-первых. Во-вторых, тоже общеизвестный, мне, конечно, тоже известный факт. Люблю я поговорить. Минут потрачено достаточно. Меньше отдаю предпочтение смс-кам. Интернет тоже уважаю, но все-таки поговорить, услышать человека вот так вот. 4G уважает Даша. Она у нас сммщик. Занимается соцсетями. Стаж пользования связи у меня не такой большой. Почти там 3 года. Но удивило то, что у меня 724 гигабайта использованного трафика. Это примерно 3,5 миллиона фотографий в Инстаграме. То есть мне нужно сидеть где-то, наверное, года два. Просто бесперерывочно листать Инстаграм, чтобы набрать это количество. Либо можно скачать где-то 400 фильмов. Там полтора гигабайта. Ведущая Доброго Утро Мария Пантази мобильным интернетом почти не пользуется. За 17 лет в сети всего 76 гигабайт. В среднем 4,5 гига в год. Получается, сижу, но больше с Wi-Fi. Мобильный интернет у меня, ну, мессенджеры в основном использую. Но самое, что больше меня удивило, смс. Количество смс. 778. Я искренне не помню, кому я их отправляла за эти 17 лет. Я, в принципе, сейчас не вспомню, когда я последнюю отправляла с телефона. Смс-ки ушли в прошлое. Вот статистика корреспондента Виктора Бережного. Всего три отправленных сообщения. А у редактора Виолетты Ганиной больше двух тысяч. И она преданный абонент IDC. В сети 19 лет. Свою статистику можно узнать на сайте IDC. Заодно поучаствовать в розыгрыше призов. Последние iPhone, смартфоны, пауэрбанки и флешки. Победителей объявят 12 сентября в 11.00.